У каждого человека свое видение идеального путешествия. Для одних, это отдых в горах, другим нужен только пляжный отдых и ласковые волны, а третьим, чтобы получить максимум удовольствия, нужно просто погулять по улочкам европейского городка. Впрочем, неважно, куда лежит путь путешественника и кто он, новичок или турист со стажем, ошибки могут допускать все. Перед поездкой не проверить наличие и саму потребность визы. Сегодня в ряд стран, визы для путешествий не нужны, но есть государства, в которые просто купив билет на самолет, не попасть. Нужно заранее уточнить все детали. 5 деликатесов, которые дорого стоят в России, но копейки в Италии если путешественник летит с пересадкой, нужно учитывать промежуток времени между перелетами. Если он слишком маленький, есть большая вероятность просто не успеть на самолет. Где оставить автомобиль на время отпуска также не стоит выкладывать в социальные сети фотографии посадочного талона. Обычное фото может очень дорого обойтись, ведь на талоне есть уникальный код, который содержит всю информацию о пассажире. В коде, зашита информация о карте, с которой делали оплату, для хорошего хакера не составит труда снять деньги. 40% изменяют своему партнеру во время отпуска иногда путешественники пренебрегают приобретением страхового полюса. Лучше иметь страховку и надеяться, что ничего не случится, чем в случае форс-мажора за предоставление медицинских услуг без полюса выложить кругленькую сумму. Особенно это важно для любителей экстремального отдыха. Не нужно бронировать номера в слишком дешевых отелях. По приезду можно обнаружить, что в гостинице не совсем те условия, которые были предоставлены при бронировании, да и сама гостиница может быть расположена слишком далеко от туристического центра. В таких случаях приходится уже на месте искать альтернативу, а это лишние деньги и драгоценное время. У каждого государства своя культура и свои обычаи. Перед поездкой в выбранную страну, стоит почитать туристические сайты и ознакомиться со всеми нюансами, чтобы не чувствовать себя неловко. Ведь в чужой стране путешественник только гость, а к чужим традициям нужно относиться с уважением. В любой стране нарушение карается законом. А для путешественника нарушить закон, это вдвойне плохо. Перед поездкой не помешает просмотреть, что можно и что нельзя в конкретном государстве. В некоторых странах, например, нельзя вывозить ракушки. Не стоит менять все деньги в аэропорту, обычно курс занижен. Лучше сделать обмен части денег, а остальные обменять в банки с более выгодным курсом. Иногда путешественники забывают о безопасности. Открытая демонстрация денег и документов, может привести к ограблению. Также имеет смысл хранить деньги только на карте или наоборот, в случае ее пропажи можно остаться ни с чем. Если учесть все нюансы, долгожданный отдых не превратится в кошмар, а принесет незабываемые моменты и массу удовольствия. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.